В предновогодней суете магазины устраивают всевозможные акции и завлекают покупателей скидками. А те, в свою очередь, имея большой список покупок и перечень людей, которых надо не забыть, зачастую не особо изучают предлагаемый товар. Для многих людей предпраздничная толчая в магазинах – настоящий стресс. Хотя, по словам психологов, покупки как раз надо совершать в хорошем настроении. И, как утверждают аромастилисты, особенно это актуально при выборе парфюма. Аромат нужно подбирать в хорошем настроении, сразу скажу. Потому что, если настроение плохое, ты подберешь в таком настроении аромат, потом он у тебя будет ассоциироваться с этим настроением. То есть, аромат – это эмоции. Духи и были остаются одним из популярных подарков. Хотя, при их выборе парфюмеры призывают не использовать коллективный метод. Аромастилисты советуют подбирать запах индивидуально для каждого человека. Некоторые парфюмеры, например, используют так называемый веерный способ, когда из 50 видов духов постепенно человек выбирает 4. Их наносят на кожу, и после раскрытия духов на теле клиент выбирает один единственный запах. В духе это выше, считается, статус парфюмерии. Ниже идет парфюмерная вода, потом идет туалетная вода и одеколон. То есть, одеколон – это тоже парфюм. В первую очередь, разница между ними в эссенции, то есть основе, которую используют для изготовления парфюма. От этого, кстати, зависит и цена. Чтобы не переплатить за некачественную подделку и не испытывать стыд за такой подарок, можно самостоятельно провести проверку. Главное – обращать внимание на состав. Например, слово «бензофенаин» должно отсутствовать. Он, кстати, запрещен в Евросоюзе. А слово «парфюм» должно быть написано правильными буквами. Нередко производители дописывают в название компонентов лишние буквы. При этом состав больше напоминает гигантскую инструкцию по применению. Хотя, чем он меньше, тем лучше. Есть простой способ, как отличить, что вам продали – духи или туалетную воду. Ну, достаточно простой. То есть, вы просто в лаком трясете, есть пузырьки. Вот, допустим, туалетная вода, они быстро поднялись, то есть их нет. Существуют и практичные проверки на звание духов. Небольшое количество парфюма нужно поджечь. Кстати, гореть будет любой, потому что выгорает спирт. Здесь важно посмотреть, что останется после. Обратите внимание, что остается на ложке. То есть, смотрите, какая-то белая вещь, порошкообразная, непонятная на самом деле. Или еще, ну, то есть все, оно сгорело, можно чуть-чуть масел каких-то есть. Ты берешь на палец, да, допустим, вот так по коже проводишь, и оно впиталось сразу. Если поджечь настоящие духи, ложка останется прозрачной, и на ней будет просто эссенция. В кожу она не впитается. Кстати, крупных фабрик производителей эссенции всего три – во Франции, Швейцарии и Германии. Поэтому, чтобы не ошибиться в выборе на Новый год, можно просто подарить билет в одну из этих стран и купить парфюм прямо на фабрике. Ирина Мокрецова, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.